Добрый день! Вы на канале Ситроен Ваяж. Меня зовут Сергей. Я рассказываю о том, как я построил своими руками автодом на базе цельнометаллического фургона Ситроен Джампер. Строил я его около полугода. Для строительства я использовал вот этот гараж, который был построен изначально для прицепа Хобби у меня на даче. Гараж у меня используется в основном для хранения прицепа и автодома. Но также я его иногда использую как мастерскую. Вот сегодня ко мне на техобслуживание пришла машинка моей супруги, которая сказала, что пора в ней поменять масло и фильтры. Я говорил уже несколько раз, что я не пользуюсь услугами сервисов, поскольку сам по своему первому образованию автослесарь. То есть при советской власти были такие УПК, учебно-производственные комбинаты, где учеников старших классов обучали какой-то рабочей профессии. И вот в частности у нас можно было получить специальность водителя, слесаря, автослесаря. И я, конечно, как все ребята, хотел получить права. То есть там именно сдать на права была возможность и получить их там практически в 18 лет. Но умные люди посоветовали мне, сказали, что права ты получишь всегда, но иди лучше на автослесарь, потому что всегда это в жизни пригодится. А то, что ты научишься потом водить, никто в этом не занимается. И поэтому я пошел на автослесарь учиться, учились мы два года, это 9-10 класс, раз в неделю мы ходили в этот УПК, и нас там учили как бы всем азам. То есть как работает двигатель, как его разобрать, как там починить коробку. Даже были практические работы, мы разбирали задние мосты в зелах и коробке, и разбирались, как работает система зажигания и так далее. То есть теоретические знания у меня в этом есть. Ну а практику я пытаюсь по мере необходимости поддерживать, обслуживая свои собственные машины. Вот сейчас в этой машине нам необходимо поменять масло. Для замены масла я использую вот такой китайский насосик масляный, который откачивает масло трубочкой из непосредственно щупа двигателя. Значит, мы вставляем эту трубочку, соответственно, в прогретый двигатель, щуп вытаскиваем, подсоединяем этот насосик к аккумулятору и включаем кнопочку пусто. Насос заработал, масло у нас побежало тепленькое сюда вот в канистру, которая стоит 5-литровая. Ну, поскольку я знаю, что здесь объем масла составляет чуть меньше 5-литров, так что пустой 5-литровой канистры нам, безусловно, хватит для того, чтобы осуществить выкачку масла. Безусловно, все масло, которое находится в двигателе, таким насосом забрать не получится. Ну, во-первых, из-за того, что поддон имеет некую фигурную форму, и из-за того, что этот насос не 100% выкачивает там все-все-все-все-все, конечно, придется основную часть масла качать этим насосом, а остатки слить через сливную пробку, заодно удалить с нее, поскольку обычная сливная пробка магнитная, на ней налипает стружка металлическая, вот чтобы эту стружку удалить каким-то образом, пробка выкручивается, вытекает там буквально 100-200 грамм масла в небольшой поддончик, и заворачивается пробочка с новым колечком, и дальше можно заливать масло. Но, поскольку здесь машина оборудована защитой картера двигателя, то придется поддонкрачивать машину, лезть под нее и снимать эту защиту, отворачивать фильтр. Ну, раз уж мы отвернули фильтр, то мы уж отвернем эту гаечку небольшую, чтобы слить остатки этого грязного масла, и, соответственно, залить туда чистое. Значит, сейчас мы поддонкрачиваем эту машину и начинаем работать. Для того, чтобы вам не скучно было смотреть, как я отворачиваю, я сейчас камеру перемещу под машину и вместе будем с вами выполнять эту работу. Ну вот, мы откручиваем болтики на 12. Здесь еще такая хитрая система крепления этого поддона. В прошлый раз я его снимал. Здесь вкладыш такой плавающий с резьбой, и этот вкладыш потом надо совместить именно с отверстием под болт. Если он двигает в сторону, то в него охрен вкрутишься. Аккуратно отгибаем вот эти вот штучки и снимаем защиту. Так, вот он наш движочек. Вот эти два болта, которые крепят защиту. А вот наши, вот, и вот, соответственно, сливные пробки. Но мы будем отворачивать вот эту, которая у нас пониже. У нас машина поднята левой стороной вверх, соответственно, эта часть поддона картера у нас опустила. Значит, отсюда будем и сливать. Для того, чтобы слить остатки масла, можно использовать вот такую канистру, в которой вырезаны отверстия сбоку. И все масло у нас туда соберется легко и непринужденно. Значит, мы отворачиваем гайку. Раз. Опа. И вот все остатки масла у нас слиты. Все. Ну, здесь вот как бы не больше 100 грамм слилось. Вот пробочка с медным колечком. Медные колечки я два раза уже использовал. Поэтому сегодня поставлю новое. Стоит оно 15 рублей. Просто раньше не заморачивался, не покупал. Но в этот раз заморочился, потому что уже пора поменять его. Ну, вот я притащил новую шайбочку. Если ее сравнить со старой, практически ничем она не отличается. Ну, протираем посадочное место. Чтобы у нас было все сухо. Заворачиваем эту шайбочку, которая нам еще послужит верой и правдой. Еще один год. Так. Динамометра нет. Закручиваем, как всегда, на совесть. Будем надеяться, что в следующем году открутится. Для того, чтобы открутить масляный фильтр, когда я приобрел свой Ситарен-джампер, в нем я обнаружил вот такой вот приспособлый. Предыдущий хозяин, видимо, пользовался. Хорошая штука. Я ей тоже пользуюсь. И достаточно удобно ей отворачивать. Да, работа, в общем, как бы не пыльная, но грязная. Вот он. Старый фильтр. Мали. Обычный самый. Такой еще был в первых жигулях. Значит, соответственно, протираем. Очень удобно сделан расположение фильтра производителем как раз над передней балкой. И заодно смазывается балка, чтобы не скрипела, когда меняешь масло. Китайцы все продумали. Многие спросят, почему работают без перчаток. Ребята, ну вот, ну не люблю я эти резиновые перчатки, или тем более еще ХБшные, в них не чувствуешь ни инструмента, ни работы, ни удовольствия, как это говорится. А руки потом можно отмыть. Есть для этого специальные средства. Так, ну вот у нас масло. Мы будем лить вот такую вот синтетику 5W-30. Ну, конечно, это не реклама, но вот такое масло. У меня транспортер был, я в него лил, Кастрол. Ну, как бы предполагал у нас производитель, Volkswagen. Ну, и привык к этому маслу. И сейчас вот его лью уже. Во все машины вроде бы ходит ничего. Специальная пленочка. Хоть и китайцы, но берегут, чтобы не дай бог туда нам в двигатель ничего не попало. Соответственно, лишнего. Так, вот. Сейчас мы это дело смажем. Вот. Колечко смазать надо, чтобы закручивалось хорошо. Фильтр протрем, чтобы нам руки не пачкать об него. И попробуем его сейчас аккуратненько, аккуратненько запихнуть. Есть у нас, скажем так, некоторые трудности в обслуживании черри. но, ребят, вот цена этой машины конечно оправдывает все эти трудности. Эту машину я купил своей супруге для того, чтобы возить в школу и в детский сад внука. И она мне обошлась 315 тысяч рублей. Причем покупал я ее с пробегом 5000. С подтвержденным пробегом дилера. Видимо, кто-то ее взял, кому-то она не понравилась и он ее в 3D сдал. Но, правда, ей было уже 4 года. За 4 года пробег 4000. Девушка была первой единственной владелец. И я так понимаю, что она ездила только на ТО. Поскольку обслуживалась в маршале и значит раз в год она ездила, там у нее пробег был за год 500 километров. Не знаю, как можно за год накатать на машине 500 километров. Вот. Ну, видимо, ей хватало. Очень хорошим была состоянием. машина прям как новая. И за 315 тысяч. Вот. И вот у нас она уже пошла четвертый год. Никаких проблем пока не было. За исключением датчиков ABS. Датчики ABS постоянно загораются и горят. Но ABS работает. Вот. И не обращаем внимания на такие мелочи, как горящий датчик ABS. Так. Посмотрим, что у нас здесь с под резкой. Ничего. Не скрепить вроде бы. Резинки вроде целы все. у рычагов. Машина-то хорошая на самом деле. Неприхотливая. 92-й бензин ест. Двигатель 1,2. Супруги самое оно. Ну и впрочем 1,2, но 90 лошадей. Как ни странно. Я помню первые Жигули тогда выпустили в 70-м там году. Тоже с двигателем 1,2. Они там еще как бы фиатовский стоял. Но там было порядка 60. Вот. с чем-то. А может быть даже и 54 лошади. Но тем не менее ездила. Ну что, ребята. Гайку мы закрутили. Ну, зальем масло. А потом поставим поддон. Для того, чтобы проверить, не течет ли у нас где-то. Для того, чтобы залить масло в машину, ее необходимо сначала опустить. Чтобы она выровнялась. И тогда по щупу мы сможем по уровню масла определить достаточно масла мы залили или нет. Чтобы машину опустить сначала мы вытаскиваем из-под нее подпорочку, которую мы ставили. В качестве системы безопасности. Извлекаем подпорочку и теперь можно опускать. машина встала на 4 колеса. Теперь мы можем залить масло. Ну вот, машина опущена. Чтобы заливать масло, нам необходимо прежде всего поставить щуп, который мы извлекали для того, чтобы откачивать масло через канал щупа на место. Вот. И воспользоваться воронкой. Не обрезка двигателя. Вот, прокручиваем пробку. Завернули. Вот она желтенького цвета обычных бывает. вставляем воронку масляную и вливаем масло. Еще чуть-чуть. Ну, видимо, 4 литра это как раз то, что нам нужно. Доливаем до верхней метки, поскольку у нас пустой сейчас масляный фильтр. И после того, когда мы машину заведем, у нас немного масла уйдет значит полностью вовливаем. Немного масла уйдет у нас в фильтр. В масляный. Еще раз проверяем щупом масла. вот у нас около максимума. Вот. Сейчас мы заведем машину и она у нас соответственно прокачается. даже не загорелась лампочка масла, что у нее не хватает масла. То есть он сразу с поддона подхватил. Вот. Сейчас еще раз проверим уровень. Масло чуть-чуть стечет и мы посмотрим, как оно у нас встало здесь, закрепилось на уровне или нет. вот. Если видно, не видно, не знаю. Все. Масляный сервис у нас закончен. Нам осталось поменять воздушный фильтр и салонный фильтр. Чем мы сейчас и займемся. Для того, чтобы снять воздушный фильтр необходимо открутить четыре самореза. Четыре. Значит, вот у нас снимается воздушный фильтр. Вот мы видим, он немножко перепачкался. Ну вот, новенький фильтр, который мы ставим на место старого и аккуратно закрыв крышку воздушного фильтра заворачиваем обратно все наши винтики, к которым она была прикручена. Значит, небольшой лапхак, чтобы вам не забывать, какое масло вы заливали в прошлый раз и какое масло вам покупать, я вот на переднюю панель и вот сюда прям с самого масла снимаю этикеточку и приклеиваю, чтобы можно было в следующий раз не ломать голову, а взять именно то масло, которое было залито. Ну, если кто-то другой тоже будет обслуживать машину, тоже будет видеть, какое масло залито машина. масло мы залили, вроде нигде ничего не течет, значит, можно ставить поддон, ну, сухой поддон тоже хорошо, где-то миллиметра, может, полтора даже, толщина металла, вот, задний мы поставили, проушный, вот, теперь надо излетриться и поставить его сюда. Так, значит, отгибаем вот эти вот пластмассовые ушки, хрюшки, вот, и сюда, значит, соответственно, нам надо будет прикрутиться. Небольшой ловхак, значит, чтобы в следующем году вам легко было открутить болтики. Чуть-чуть их можно помазать маслицем машина. Тогда они пойдут как по маслу и хорошо открутятся в следующий раз. В общем, винтики мы наживили и закручиваем. Многие спросят, что у меня жужжит постоянно. Это вот насосная станция включается, которая снабжает до воды. Так, сильно не затягиваем, но так, чтобы это как бы и не отвернулось, иначе будет подступивать на переднюю балку. Закрутили и сейчас закрутим задним. Значит, можно, конечно, использовать для этой операции подъемник. Под ним работать гораздо проще, но подъемник он хорош там, где очень высокие потолки. здесь всего 4 метра, и даже если бы я поставил подъемник здесь, ну, какой-нибудь с подъемом машины метр на два, чтобы под ней можно было ходить, то не смог бы я поднимать на этом подъемнике Ситроян однозначно, и стойки от этого подъемника занимали бы у меня половину гаража, поэтому раз в год. Ну, там, может быть, в зависимости от количества машин столько раз залезть под машину, обслужить ее, а еще если летом там это делать на улице в хорошую солнечную погоду, то одно удовольствие. Все. Так, все, еще раз протираем, чтобы у нас нигде не было никаких масляных подтеков, чтобы двигатель у нас был чистеньким, симпатичненьким, и служил нам верой и правдой долгие годы. Так, значит, с двигателем мы закончили, мы поменяли масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, остался у нас салонный, но салонного магазина не было, в этот раз поменяем следующий, меняется он через салон, поэтому на сегодня все. Ребят, для черри индиса хотел показать вам, как снимается межсервисный интервал в компьютере, значит, есть здесь соответствующая кнопочка на панели приборов, неблагоприятная для Зеленского, на панели приборов есть кнопочка сброс суточного пробега, значит, мы ее нажимаем на выключенном двигателе, вытаскиваем ключ, на всякий случай, нажимаем эту кнопочку и не отпуская ее заводимся. Вот, и проверяем. газа, которые могут автоматически передавать показания в электронном виде. До сервиса 5000 км. Завелись, можно как бы не заводиться, зажигание включить. И, в общем, у нас опять 5000 км. И на 5000 км хватит здесь до замены масла. Так что, если кому-то нужно, пользуйтесь. И вот наша черрика, как мы ее называем, вишенка. Ну, во-первых, потому что черри это вишня, а во-вторых, потому что цвет у нее соответствующий. Вишневый. Готова к дальнейшей эксплуатации. Завтра мы ее сполоснем, чтобы она блестела, как новенькая. И можно будет уже кататься. Значит, смотрите, ситуация. Хотел поехать дочкину машину в Volkswagen тигуан. У официалов поменять масло, значит, посмотрел цены, ну, блин, 12,5 тысяч они просят за замену масла. Ну, вот, да, со всеми, там, с маслом, с фильтрами, с всякими, там, колечками, которые по 15 рублей продаются. Вот здесь мне замена сейчас масла и масляного фильтра обошлась в 2,5 тысячи рублей, там, 2300. Само масло и, там, 170 рублей фильтр. Вот, вот и считайте, нужно обращаться к официалам или нет. А, на сегодня все. С вами был Сергей. Искренне ваш Ситраин Ваяж. Ситраин Ваяж. Ситраин Ваооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры сделал DimaTorzok